Всем привет! С вами Паня! И в данном видео я вам покажу очередного скалоблогера. Я так и не смогла придумать для них название, но что поделаешь. Я не думаю, что эта девочка ожидает себя увидеть в моем видео. И она нас научит, как правильно воспитать щенка или перевоспитать взрослую собаку. Итак, поехали! Итак, всем привет, друзья! С вами Сана Даша. И сегодня у нас будет информационное видео. Оно выиграл в вопросе, и тем более оно по запросу моей подписицы, а не с рейлян. И это видео о том, как воспитать правильно щенка. Ну или же перевоспитать собаку, если вы взяли взрослую. Первое правило. Наверное, всем известным, может кому-то неизвестному. Собака должна знать свое место в доме. То есть, она должна служиться вас и не считать себя главнее. То есть, если вы там, например, маленький щенок Я не маленький щенок! Начинает проситься и лезть к вам на кровать или же воспитать с закрытой дверью ночью и он скулит. Вы не должны поддаваться ему, иначе он поймет, что он вожак и по первой же его просьбе все открывают дверь и он будет всегда скулить и проситься. Во-первых, я сейчас вам открою такую тайну. Собака не доминирует над человеком. Неа. Вообще. Никогда. Никогда не доминировала. Это все бреднее, это все навязанное мнение, это теория. Это была всего лишь теория, но вдруг различные люди начали в практической жизни как бы ее использовать. Там какой-нибудь Цезарь, и, кстати, Цезаря хотят посадить за жестокое обращение с собаками. Я надеюсь, что вы в курсе про различные его видео и все такое подобное. Вот. И что я скажу? Поскольку собака не доминирует над человеком, это видео автоматически все становится бредом. Потому что там все связано с тем, что собака доминирует над человеком. Нет. Собака доминирует над собакой. Над человеком она не доминирует. Различные проявления этого якобы доминирования на самом деле просто знаки совершенно другого. Допустим, садки на ногу могут значить то, что либо собака хочет поиграть, либо она возбуждена, либо у нее стресс. Различные. Вот. Далее. Что я хотела бы сказать относительно этого правила. Вы, когда покупаете щенка, вы должны для себя решить, где будет спать ваша собака. С вами на кровати или где-то в клетке, где-то на полу. Не важно. Это уже ваше дело. И, как говорит великая леди, собака не должна спать с хозяином. Нет. Это бред. Потому что лично мне приятно, когда мои собаки спят со мной. И, как бы, поскольку собака не доминирует над человеком, это не значит, что она хочет занять ваше место, встать, вердиться, как там божак и все такое. Нет. Забудьте этот бред. Мои собаки спят со мной. Разве они от этого хуже работают, хуже ко мне относятся? Я в этом очень-очень сомневаюсь. И да, я немножко отошла от темы. Итак, вот вы уже решили. Если ваша собака будет спать с вами на кровати, то вы, естественно, разрешаете ей спать с вами на кровати и все, не паритесь, ничего. А если вы хотите, чтобы ваша собака спала, допустим, в другой комнате или спала на полу, то вы не пускаете собаку, не пускаете щенка с самых ее первых дней пребывания в доме. Потому что, если вы пустите один раз, собака поймет, что это хорошо и будет так делать постоянно. Но тут уже дело ваше. Есть и плюсы этого, и минусы. Например, шерсть на кровати, не всем она приятна. Или просто собака с прогулки пришла, вам лень помыть лапки собачке, ну, допустим, летом, да, и собака грязью потащила на кровать. Это уже ваше дело, выбирайте сами. Итак, а мы идем дальше. Давайте вот все видео буду вам читать вот так вот по телефону, ничего не знаю. Я, конечно, понимаю, что ты там нашла где-нибудь эту статью. Хрен пойми где, на просторах интернета они, к сожалению, еще существуют. Ну, блин, ты могла выучить хотя бы. Сразу видно твои знания просто в области кинологии, раз ты это читаешь и даже сказать не можешь. Ну, блин. Следующее. Надо всегда кушать первыми. Там, если вы обедаете семьей или, там, не знаю, поодиночке, и щенок считает именно вас хозяином, а не всю семью. Ну, лучше бы, конечно, всю семью считал хозяевами. Вот вы поели и только потом занимаетесь кормлением собак. В природе, в стае, собак, вожак всегда ест первым. Потом уже второстепенные члены стаи едят. Я согласна, что в природе именно так. Но значение стаи очень преувеличено. Если вы понаблюдаете даже за бездомными сворами, за бездомными стаями, у них все там намного сложнее и в это нужно очень вдаваться, это нужно читать, это нужно изучать, если вы так прям хотите и жаждете этого. Но, поскольку собака не доминирует над человеком, это, этот совет, этот пункт становится автоматически бредом. Вы можете кушать как до кормления собаки, так и после кормления собаки. Тут уже зависит исключительно от вас, как вам удобнее, как вы успеваете по времени. Следующее правило. Всегда подходите в узкие проходы или же коридоры в вашей квартире первыми. Щенок должен везде следовать за вами, не впереди вас. Он не вожак в вашем доме и не главное лицо, которому все подчиняются. Вы должны проходить первыми. Очередной бредовый совет. Собака не доминирует над человеком. И если собака будет ходить впереди, вас в каком-нибудь узком проходе, в двери или еще где-то, она не будет там непослушной, она не будет делать все, что ей захочется, она не будет проявлять агрессию по отношению к вам. Это бредятина. Это вот теория, которую используют кинологи старой школы. Новая школа же отвергает эту теорию, потому что собака доминирует только над собакой. Идем дальше. В игре вы должны быть победителем, чтобы, опять же, щенок не считал себя главным. Например, вы там перетягиваете игрушку канатик, и собака должна знать команду дай. Она взяла игрушку, вы сказали дай сюда, верни, отдай, что хотите, говорите, она должна вам отдать, потому что вы тут главный, вы ее воспитываете, вы ее хозяин. Если вы всегда будете побеждать в игре с щенком, щенок не будет с вами играть, потому что ему будет неинтересно. Вам интересно играть с тем, кто всегда побеждает вас? Я очень в этом сомневаюсь. Также и щенку. Щенок должен тоже побеждать хотя бы каждый третий раз в вашей игре. И команду дай, естественно, он должен знать. Мне кажется, эту команду должна знать любая собака, потому что есть разные ситуации, когда собака должна что-то вам вернуть. То есть игрушка это резкое прекращение игры или какая-нибудь кость, неважно что. Но запомните, чтобы щенку было с вами интереснее играть, чтобы он играл с охотой, вы должны щенку выиграть, даже если вы сильнее. Всегда надо добиваться выполнения команды с первого раза. То есть вы сказали дай лапу, она вам дала лапу, вы ее похвалили, кликнули, кликером, дали лакомство. Не очень такая правильная схема, потому что похвалили, кликнули, дали лакомство. Насколько я знаю, кликер используется раньше, чем похвала и лапу. Почитайте, пожалуйста, книгу кликням, особенно ты, Дашенька. Может, это хоть тебя образумит, хоть столечко. Вот. Кликера можно использовать, конечно, по-разному, но клик это есть похвала ваша, допустим, и она помогает в обучении команды, то есть клик вкусняшка похвала. Лично у меня так, и меня учила книга кликням, если я что-то неправильно прочитала. Если же собака не сделала команду с первой вашей просьбы и она там сидит, думает, не даёт, вы у неё просите много-много-много раз, она и будет так сидеть, думать и в своей голове будет решить «Хозяин просит у меня лапу». Не с первого раза, много раз уже сказал, я ему дам на двадцатый раз, и так будет каждый, в принципе, раз. Сколько слов раз я уже сказал. Тут уже дело ваше, сколько вам команд говорить, например, в Agility я безостановочно говорю «Ап-ап-ап-низ бум-бум-трррррррр». И между этим вставляю «Хорошо, молодец всегда». Но в ОКД допустим это с трёх раз. И да, я согласна, добиваетесь чтобы собака делала всё с первого раза, но не из-за того, что там что-то, что-то, что-то просто приятнее, когда вы сказали собаке, она сделала. Не надо там «Возьми, возьми, возьми» вот это постоянно говорить или неважно еще какую команду собака стоит дурака включила вот, но это делать вот он сказал как бы всегда добивайтесь да, ну а что делать если давай собака допустим сидит на тебя и с тупой рожей смотрит а и кто там на фоне говорит дай лапу, дай лапу, дай лапу ага, сейчас зачем? есть несколько причин такого поведения собаки собаке может быть неинтересно с вами либо у нее мало мотивации для выполнения этой команды, если при правильной мотивации, если собаке интересно с вами, она конечно начнет все это делать начнет активно работать, потому что дрессировка это прежде всего игра, а не уныние как вот она тут нагоняет просто одним своим голосом пожалуйста, не дрессируйте так собаку дрессировка, это игра, это должно быть весело, позитивно, интересно это вообще все классно, весело уху, туса ну вот именно так вот я думаю, что стоит относиться к дрессировке тогда собаке будет интересно команда места у собаки должно быть свое место мы сейчас с вами учим эту команду то есть, если же вы чем-то недовольны своим щенком или же собакой вы ей сказали место, она пойдет ляжет на место и будет там лежать пока там, ну не знаю ей снова нельзя будет подойти к вам когда уже разрешите, там будете подобрее уже у вас там пойдет гнев на собаку она подойдет, может подойти к вам насколько я знаю, есть два понятия в команде места это ОКДшные, то есть вы оставили сумочку сказали собачке место подозвали, послали, собачка снова легла посмотрите, как это делают в ОКД мне очень лень сейчас все наглядно это показывать рассказывать, объяснять и есть команда места такая домашняя, скажем когда вы посылаете собаку на свое место у моих собак место на моей кровати следовательно, да и я не думаю, что стоит злиться гневаться прям там так, что вам нужно подобреть вам нужно время, чтобы там со словами все ой, мое место я не представляю, насколько нужно убить мотивацию собаки чтобы она так вас разозлила допустим в дрессировке я не спорю, можно срываться то, что когда у вас там что-то не получается но вы прекратили дрессировку собачку отпустили, все она может болтаться где угодно я не понимаю вообще наказаний собак за то, что они там что-то не умеют и вы думаете, мое место, зачем это вы вправе ограничить пространство щенку в доме если вам не нравится то, что щенок заходит в ту или иную комнату вы можете ограничить ему пространство то бишь оставить вольер и сделать щенку там свое место если же у вас маленькая порода или же закрывайте двери в комнате щенок будет проситься скулить не обращайте внимания он не имеет права манипулировать ну бред сказала вы конечно же вправе ограничить перемещение щенка по квартире если вам это нужно у меня собаки, например, находятся только в моей комнате если я выхожу и не могу закрыть дверь у них есть замечательная команда остались и они не заходят на такую металлическую полосочку железную вы тоже можете выучить собаку эту команду и в итоге постепенно приучить них выходить в ту или иную комнату но тут уже ваше дело, ваш выбор так что пойдемте дальше мне понравилось слово то бишь по поводу манипулирования и то что не обращение внимания на то, что собака будет скулить это не значит, что собака будет постоянно манипулировать в любой ситуации просто она в итоге не сможет оставаться дома одна чаще всего так и происходит потому что собака начинает грамить квартиру, орать и так далее то есть к этому нужно приучить то есть постепенно вы приучаете собачку к тому, что тихо то есть если собака тихо стоит, сидит дома одна за дверью, одна в комнате, неважно она получает вознаграждение она получает то, что она хочет она хочет, чтобы пришли вы то есть его прошли, похвалили, ушли именно так этому обучается и в общем-то это проблема как бы оставание дома одной проблема разлуки как бы собака очень нервничает, переживает за это и к этому можно приучить а мы едем дальше добивайтесь всегда своего нет смысла наказывать ченка после того, как он уже совершил какое-то действие если же вы видите, как он там писает мимо извините за выражение или же грозит вашу обувь вы можете его наказать и то не избивать там не кричать он не поймет, он испугается и еще больше описывается под страхом маленьких человеков так бывает в этом ничего такого нет особенного и криминального так что если вы видите, что он совершает нежелательное действие наказывайте в это время, а не после того зачем наказывать собак? зачем? объясните мне, блин объяснить зачем? зачем? зачем собаку наказывать за то, что она писает не туда? я вот не понимаю давайте ваши родители вас будут наказывать три месяца, когда вы писаетесь мимо у собак все в этом плане сложнее а не о человечеую собаку не надо на меня так не кидаться я про то, что если вы будете ругать собаку, когда она там писается она не перестанет писаться она будет писать там, где вы не заметите и вы уже не сможете ее отругать на месте преступления и когда собака грызет, тоже не надо ругать это вам хорошее ничего не принесет вообще не надо ругать собаку представьте, что так можно вообще никогда не ругать собаку пробуйте, дорогие друзья не надо не избивать, не ругать Не кричать, не хлопать по носу Не по попе Ничем не важно Вообще к собаке можно даже не прикасаться Нежелательное поведение можно убрать А не избить собаку Отрываясь на ней Ах ты ж такая сволочь Блин Забыла там мои туфли Зачем? Вы виноваты в том, что собака писает не туда Кушает вашу обувь, гранит квартиру Я не знаю, что там еще собаки обычно делают Потому что мои собаки спят Дальше Самообучаться Поставьте себе правило Набираться знания о воспитании Или какой-нибудь команде Около 30 минут или часа Вы тренировать Вы должны тренироваться с собакой 30 минут или час По мере накопления опыта Если у собаки уже все получается Хорошо, вы закрепили То можете перестать Это бредятина по поводу самообучаться По-моему, ты как и все мои прошлые Школоблогеры Все мои бывшие Ты настоящая В общем Самообучение Это когда человек обучается чему-то сам То бишь что-то читает Что-то изучает А не учат чему-то другого Человека, собаку Не важно кого И да, собаками обязательно заниматься так много Я занимаюсь, конечно, по-разному Я занимаюсь 3 раза по 15 минут в день И при том минут, наверное, 7 У меня только занятия Там остальная игра У нас все весело и интересно Я не насилую мозг собаки командами Как, видимо, ты Потому что Дай лапу, дай лапу, дай лапу Вам, собаке, должно быть интересно С вами работать А не чтобы она там на последнем издыхании Чтобы ей было неинтересно Чтобы ей вообще это очень не нравилось Не надо так делать Дрессировка это игра Вы долго можете проиграть Я очень сомневаюсь Что играть на азарте Вы сможете очень долго И удерживать этот азарт у собаки Вся дрессировка должна строиться на игре На азарте На интересе собаки А не на том, что Вы там хотите с ней выучить какую-то команду Вам прям кровь из носа Надо как похвастаться перед друзьями В группе какой-нибудь ВКонтакте Ой, вот я такая крутая Чему-то там научила собаку Нет, команды учатся не за эти Такая вот штука Странная, да? Ой Идем дальше Решайте проблемы, не откладывая на потом Как только что-то не устраивает вас в поведении вашей собаки Немедленно ищите еще не вопрос Решайте проблемы поведения Пока они не вылезли То есть, если ваша собака еще не Скушала у вас обувь Не подобрала какашку на улице Не научилась тянуть поводочек Мы учим собаку этого не делать То бишь Вот собака идет такая Где-нибудь по прихожей И хочет Ну, нюхает Вас заинтересовалась Тапком, ботинком, стулом Не важно, что он хочет погрызть И посоветую одной девушке Я смотрела ее вебинар Говорим, агей То есть, собаку мы уже переключили Собака-животное С врожденным интересом И, естественно, она такая Ага, меня позвали Так И дальше вы показываете игрушечку Лакомство Все, собачка отвлеклась Собачку переключили То есть, вам нужно, конечно, по пятам Ходить за щеночком Все показывать То, что вот это не надо Есть занятие поинтереснее Потихонечку Собака даже не будет знать Что это можно погрызть Что это так вкусно, интересно и весело Также мы учим собачку писать, где надо И не ругаем потом Мы учим собачку не натягивать Поводочек, а следовать за нами Так вот за кусочек Вот И всему этому мы должны еще научить До того, как собака это попробует сделать То есть, не когда там вылезла уже Какая-то проблема поведения Если вы боитесь, что ваша собака Будет, допустим, агрессивно относиться К детям, собакам Или к другим Любым существам Мы начинаем Приучать собачку К этому Очень мягко Очень осторожно То есть Вот вы даете кусочек Чтобы собачка ела кусочек И руки у детей Чтобы собачку гладили А ей давали за это кусочек Так я, по крайней мере, приучаю Диких И такие методы работают То есть Это должно быть все уравновешено Чтобы собачка Не хидалась на детей Ой, меня погладят сейчас Или пытались их сражать своей огромной пастью Нет Мы приучаем еще до того Как вылезет какая-то проблема Идем дальше Если там она чешется И вы не знаете, почему она чешется Но у вас есть там подозрение То, что у нее завелись блохи Или же началась аллергия Или же ее укусил клещ Вы должны немедленно найти эти блох И пойти к ветеринару Или же найти клеща И тоже пойти к ветеринару Конечно, уместно будет клеща вынуть Из тела животного Об этом будет отдельное видео Как это все правильно делается А потом уже идти к вету Это уместно Ребят, где вы гуляете Что у вашей собаки заводятся блохи? Я не обрабатываю своих собак от блох Только от клещей Но у моих собак нет блох И, блин, даже если есть блохи Зачем идти к ветеринару? Вообще, зачем она такие способы привела? Зачем? 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 Ну да, с клещами согласна Мы бегом, бежим к ветеринару Ну, либо же Если вы не хотите тратить деньги Мы вытаскиваем клеща Специальными штучками Не помню, как называется Клещевертка, короче На Алиэкспресс 25 рублей Вот Мы вытаскиваем клеща Смотрим, чтобы голова не осталась Клеща в коже И три дня наблюдаем за собачкой Не падает ли она где? Писает ли она кровью? Или еще что с ней? Если три дня все нормально Ваша собака не должна болеть Не должна заболеть Просто, знаете Лично мне Жалко Потратить 500 рублей за прием И 700 рублей на анализы И еще 700 рублей на анализ самого клеща Лично мне Жалко Мне проще Посмотреть Если три дня у собачки Собачка кровью не писает Все ок Я не потратила ни копейки Но тут уже исключительно ваше дело Успокоиться Вы, как любой новичок Наверняка переживаете Что не можете добиться всего и сразу Вы не должны по этому поводу переживать Ничего не бывает В принципе сразу на этом свете Никакой человек сразу не может Так легко вот учиться Или же там Запоминать какие-нибудь правила Там по какому-нибудь предмету Там по русскому По английскому Почему угодно Так же и щенок Он маленький У него память не огромная Он не может себя сразу запомнить И понять Собака и так запоминает Очень много При обучении Даже не при обучении При жизни с вами Она запоминает У нее очень идет Очень сильная нагрузка Особенно в периоды Формирования собаки То есть Вырастание щенка Во взрослую особь То есть Когда вы начинаете Гулять щенком У него начинается Вау трава Вау машины Вау то То есть И Тут в принципе Я вам скажу Пожалуй Успокойтесь Все будет постепенно Но Это не значит То что Если ваш щенок Что-то не понимает Дело в вас А не в том Что щенок устал То что его память перегружена И так далее Нет Дело исключительно в вас Собака просто не понимает Что вы хотите Поэтому Пожалуйста Учите собак так Чтобы им было понятно Допустим Я русский Мне нужно объяснить англичанину Что вот это кружка с чаем Как вы это сделаете? Не используя язык То есть Собака Собака вас не понимает Как вы объясните Что это кружка с чаем Англичанин Он не знает Допустим Дикий такой Англичанин попался Как вы объясните Что это кружка с чаем Что это кружка Так же с собакой Она не понимает наш язык Поэтому все нужно делать очень осторожно, аккуратно, терпеливо И не нервничайте так О боже, у меня ничего не получается Да, у меня тоже ничего не получается Я рубежок, я одно и так далее Все, спокойно, все идет дальше Вы должны быть готовы к этому Так как некоторые там психуют, нервничают Из-за того, что собака их не с первого раза выполнила какую-либо команду Бегут и выбрасывают свою собаку Это неправильно, вы должны быть спокойными Правильно, если... Правильно, это правильно Если у вас что-то не получается, вы кинете собаку нахрен Потому что вы задолбали уже А как то, а как все, а как все Вы когда берете собаку, мозгом думаете, мозгом Вон там он находится, да, не в жопе, а вот тут вот Вы должны знать еще до того, как заведете собаку Что такое какой-либо спорт Почему нельзя наказывать собаку Что собаки не доминируют И как научить собаку ту или иной команде Даже если их сотка Я тоже понимаю, что у некоторых там не идут какие-то методы дрессировки Бла-бла-бла и так далее Вы тоже должны знать все методы обучения собаке И тем более, если вы решили пилить свой невъебически крутой блог на ютуб Пожалуйста, почитайте информацию в интернете А не говорите что-то того, чего не знаете А, да, ты же читаешь информацию в интернете Только информация должна быть правильной Не такую хуйню, которую она сейчас тут загоняет Понял, вдруг у тебя информация тоже хуйня Я сижу в АВД Спасибо, АВД Оставлю ссылочку на эту группу В описании Там вся полезная информация И если вы будете читать, вы станете вне, чем я В принципе, это были все главные правила Если же вы хотите информационные видео, чтобы они выходили чаще Ставьте пальчики вверх Пишите свои запросы Я постараюсь вам всем ответить и снять видео по вашим запросам Я вас всех очень сильно люблю Всем пока-пока Никогда больше не снимай такие видео Это просто кошмар Я посмотрела твои обучалки И, блин, ребят Зачем змейки использовать для обучения поводок? Я не знаю Я вот вообще не знаю Нахрена? Зачем? Я бы хотела дать тебе такой совет Если ты собираешься мне плагиатить Делай это по-своему Сделай там хоть что-то свое А не только используй мою тему Вики, уйди откуда Потому что это смотрится очень тупо И, блин, вот чисто плагиат Потому что, если мои блоги хоть кого-то веселят Ну, судя по комментариям То с такой рожей, как у тебя То есть, с такой подачей То есть Зачем? Зачем ты это делаешь? Делай что-то свое Я тоже сплагиатила У того же не Федоровича Все же знают это ШБ Только почему у меня другое? У меня немножко другой формат видео Сделай ты ей, блин, свое Боже, кем ты кот Нихрена не знаешь? Еще кого-то оскорбляет Вот зачем? Если вы ничего не знаете Не снимайте хуйню на Ютуб Тут и так Вот так вот работает У меня целая папка с вашей хуйней Обснимаюсь С вами была Паня Всем пока Любите собак И не несите хуйню Читайте книжки И группы в комментариях Пока